Всем привет, ребят! Мы в Турции, и я начинаю этот влог уже со второго дня здесь, то есть вчера я не снимала, сегодня 2 сентября. Вчера была первая, конечно же, вчера у нас со Славой был первый наш маленький праздник, месяц, как мы муж и жена. Как мы отмечали, да? Пили вино, тусили. Сейчас мы пойдем в аквапарк, вчера мы купались на море, в бассейне, загорали, смотрели представления вечером, танцы всякие классные. Можете посмотреть у меня в сторис в инстаграме, в хайлайтс, ну или просто сторис, смотрите, если я это видео выпустила еще пока мы в Турции. Смотрите мои фотки, я уже выставила много фоток классных, разных, только за первый день, за первое число я выставила 6 постов, прикиньте. Я не хочу вам сейчас показывать номер, потому что тут немножко не убрано, и я думаю, что когда мы придем с аквапарка, тут как раз будет чистота. Молочко, чтоб не сгореть. Начнем с того, что в этом отеле мы со Славой уже вместе второй раз, а я, наверное, уже пятый раз в этом отеле, потому что мы сюда еще с родителями ездили, когда я была маленькая. Мы живем в шестом домике, обычно, когда мы сюда приезжали, мы жили в одиннадцатом, двенадцатом и восьмом. Ну, как-то вот так вот выходило, но, короче, до этого, когда мы приезжали, мы жили на другой территории. У этого отеля есть две территории, но они объединены. Алибей-клуб Манавгат и Алибей-парк. Мы живем сейчас на территории Алибей-парк, в первый раз, кстати. Везде брызгалки, они меня обрызгали. Отлично. Прям в лицо мне, заяц. Я, пожалуй, подожду. Бежим! Это полоса препятствия, о которой они говорили. Так, ну, наконец-то мы прошли эту полосу препятствий. Короче, мне кто-нибудь даст да рассказать. Просто огромный большой отель, все живут вот в таких домиках двухэтажных. Там, я не знаю, сколько номеров на каждом этаже, но нормально так. Типа номеров десять, мне кажется. Они не очень большие по размеру, но, в принципе, абсолютно хватает. Что нам там надо, да? Только кровать, шкаф и туалет с душем, раковиной, все. Ну, еще и балкон есть. Первый раз в эту поездку мы живем в новых номерах, отремонтированных, с более классным ремонтом. Причем этот ремонт уже был здесь на тот момент, когда мы были в прошлый раз со Славой здесь, в 2018 году. Но мы жили в обычных номерах. Я не помню, насколько там большая разница в цене. Ну, как бы, они все норм. Типа не могу сказать, что те плохие, просто там более такой старинный ремонт, типа не такой минималистичный, скажем так. У нас сейчас поновее ремонт, более минималистичный, стильный. Вот. И все вот эти отремонтированные новые домики, номерами, находятся на как раз территории парка. У парка и у отеля клуб Манавгат у каждого есть своя столовая, своя сцена, свои бассейны. Вот. Но мы можем ходить как туда, так и туда, вообще абсолютно без разницы. Можем кушать хоть в одной столовой. Сейчас у нас был завтрак в столовой на территории клуба, где мы обычно жили. Но сейчас я почувствовала прелести парка. Там намного меньше людей. Единственное, что вечером намного веселее на территории клуба. Там анимации поинтереснее, больше движухи, как будто бы людей больше. Ну, как-то, короче, поактивней все. Вот. И на территории парка потише, поспокойнее. И сначала мне это не нравилось, а потом я такая, блин, как клево. Сидишь на завтраке, нет людей, много свободных мест. Да, вон там полоса препятствий. Ты будешь участвовать все-таки? Наверное. Реально? Хотя у меня нет красот. А, нет, есть красот. Я, наверное, буду. Ну, посмотрим. Просто прикольно. В три часа надо туда подойти будет. Тропинка приключений. А, теннис. Последний раз мы с тобой играли на Тенерифе вообще. Это сколько лет назад было. Мы здесь приехали, значит, не 12 ночей, если я не ошибаюсь, или на 11 ночей. Ну, короче, 31-го мы прилетели. Поздно, где-то в 7 с чем-то мы заселились в номер. И как раз пошли на ужин. Поужинали, и потом, в принципе, мы пошли домой разбирать чемоданы, кайфовать, лежать. Ну, и, в общем, ничего такого мы прям не делали в первый день, когда прилетели. Вот он Акуапарк. Погнали! Нам нужно пройти через вот такую трубу. Когда мы приедем в Москву, мы, наконец-таки, продолжим снимать реакции на 4 свадьбы, на новые уже выпуски. Новый сезон! Да. Так уж вышло, что они выходят как раз, пока нас нет. Дряни. Ну, ладно, ничего, дайте нам немножко, у нас отпуск, как бы, да? Как мне кто-то написал отпуск? Типа, ты что, работаешь? Так, показываю Акуапарк! А я и забыл. Да, я же тебе говорила! Слава думал, можешь поехать в другой отеля. Я говорю, ты что, больной? Там нет Акуапарка с этой штукой. Там есть, там просто урезанный. Там 11 горок, а здесь 25. Ну, разница большая. Да! Как будто бы мы каждый день в Акуапарк ходим. Доброе, типа, современное. А вот эти бурлыкалки. Как классно будет нам тут поваляться, да? Ну что, нам надо взять полотенце, Зай. Куда ты идешь? Точно. Я даже не знаю, где они. Я просто в айфории иду такой, думаю, все, погнали. Очень приятное чувство находиться здесь. У меня, в принципе, не очень много мест во всем мире, да, где мы уже были. Именно если говорить про отели или одни и те же там места, где я нахожусь, их немного. Ну, Грузию можно не считать, потому что это мой дом второй, скажем так. Жаль, что я там не так часто бываю. Но туда сейчас, к сожалению, и не долетишь прямым рейсом. В общем, не знаю, посмотрим. Но вот Турция и конкретно этот отель, это реально любимое место. Вот здесь вот такой вот прям... Ой, господи, я провалилась. Вот здесь вот такой вот прям детский уголочек. Там Слава берет полотенчики нам. Вот тут вот такие вот горочки. На них мы обязательно сегодня тоже покатаемся. Вот эти две люблю. Вот эти не люблю. Короче, мы прокатились на четырех горках. И сейчас Слава хочет прокатиться на жесткой горке. Я бы сказала, что я на нее пока не пойду, потому что иначе у меня весь макияж, прическа, все нафиг испортится. А мне бы хотелось еще пофоткаться. Так что я решила пойти за камерой, чтобы снять, как Слава слетает с горки. Пока я буду его ждать. Ну и заодно можно будет потом взять напитки. Так, я решила в бассейн взять с собой чамеру. Классно я придумала. Что? Взять камеру с собой. День. Здесь есть вот такое местечко. Здесь можно постоять. И вот видите, здесь такое течение. Обожаю течение. Блин, я сама плыву, ребят. Видите, тут круговорот такой. Я обожаю, типа, нырять под воду. Потом выныриваю. И мне интересно, где я ощутилась. Главное, отсюда выбросить. И куда? На полосы. Ну вот, Слава унесло течение. В общем, мы накупались. Наплавались. Сейчас возьмем напитки. И пойдем загорать. Сегодня, кстати, будет мюзикл Король Лев. Мне кажется, что мы его уже смотрели здесь в прошлых годах. Но мне пофиг. Я очень рада. Хотя вчера тоже было офигенно. Танцы были, я вам говорила. Классно. Мы уже легли на наши лежаки, которые мы заняли. Мне самое главное придумать, где классно сфоткаться в аквапарке. Еще я не очень люблю, типа, фоткаться, стоя в купальнике. Ну, типа, именно, вот, например, в зеркало. Прикольно. А вот так вот просто, типа, я стою в купальнике. Ну, как бы не всегда мне нравится, что получается. Как-то странно. Типа, что я стою в купальнике, я в нем плавать должна. Ну, как будто бы, не знаю. Но у меня офигенный купальник сейчас. К этим купальникам идут юбки. И я уже выставляла фотку в оранжевом купальнике. Ну, наверное, когда этот блок выйдет, я уже и в коричневом выставила. В общем, офигенный. Я прям очень кайфую. А еще не знаю, как моя кожа выглядит на камере. Но сейчас она прям сильно лучше, чем то, что у меня было. У меня сейчас прям такая хорошая кожа. Ну, как, типа, не назовешь идеальной. Но хорошая. В том плане, что каких-то прыщей жестких нет. Я из-за этого очень кайфую. Потому что на море с этим прям очень неприятно. Ну, типа, знаете, мне-то хочется снимать сторис, фоткаться, видео снимать. И при этом не сильно краситься. А на море, ну, как бы, вообще, в принципе, не хочется краситься. Так что я кайфую. То, что у меня сейчас кожа такая неплохая. Я, конечно, не вижу, что снимаю. Мне нравится. Как дела? Прекрасно. Что тебе нравится в Турции? Ну, во-первых, это то, что здесь можно отдохнуть. Да? All-inclusive. Ага. Ультра-all-inclusive. Ну, тебе нравится аквапарк здешний? Мне нравится коктейль. Том и Джерри называются. А, я тебе говорила, вчера возьми его. Но я не пробовала, кстати. Ты уже женат целый месяц. Вчера был месяц, сегодня уже и месяц, и один день. Каковы твои ощущения? А если быть точнее, месяц, один день и 11 часов 51 минуты. Клево. Солнце здесь не так палит, как там в августе, в июне, в июле. Да, температура очень приятная. Комфортно у нас, на самом деле, находиться. Но, я что-то как-то думал, здесь будет потеплее, чтобы прям булки поджарить, знаешь? Да, Слава хотел, чтобы жара была сильная. Чтобы прям плохо было. Чтобы прям херачило, да, как будто ты по маме, знаешь? Ну, понятное дело, что там, это разные вещи, но... Ну, не знаю, просто я в Абу-Даби, я просто лежал и с меня стекало, просто максимально стекало. Ну, вода. Я был как водопад. Да. Вот, а здесь как-то, ну, типа тепло просто, обычно. И мне, чтобы с меня стекало, мне надо подбирать вот настольный теннис, получается. Да, мы вчера со Славой играли, и он с какими-то мальчишками вчера играл. Так, мы пришли на обед, который находится при аквапарке. И заказали бургеры, какие-то наггетсы, картошечка, как тут все выглядит. Так что сейчас будем сидеть, все это дело кушать. Надеюсь, будет вкусно. Так, ребята, мы уже вернулись в номер для того, чтобы, возможно, переодеться в более сухое, пойти поиграть в настольный теннис, пойти купаться в море. Не знаю, пока, может быть, я и в этом купальнике останусь. В общем, я хотела вам показать наш номер. Такой вот душ, туалет, все в таких вот цветах, зеркало. Ну, раковина, понятное дело. Ничего такого прям сверхнеобычного. Здесь шкаф. А вот здесь уже комната, в которой мы как бы больше всего времени проводим. Кровать, полочки, наши чемоданы. Здесь всякие финтифлюшки наши лежат. Тут тоже комозик такой там вещи. Вот такой балкончик. Здесь у нас купальники наши сушатся. И у нас вид на море, кстати. Первый раз мы здесь с видом на море живем. Это очень круто. И на тихий бассейн, в котором мы тоже вчера купались, выгорали. Деревья закрывают. Никого, ничего не видно. Ну, такой вот милый, уютный номер. Хочу поговорить с вами об одной интересной теме. Что такое фриланс? И за что я его люблю? Как минимум за то, что есть возможность путешествовать и работать онлайн. Например, мы сейчас здесь находимся и можем продлить наш отпуск сколько захотим, что мы и сделаем в итоге. И все благодаря тому, что мы не привязаны к рабочему кабинету или конкретному месту. Мы можем работать из любой точки мира. И если работать онлайн, то можно постоянно открывать для себя новые места и путешествовать. Помимо того, что я снимаю на YouTube, веду Instagram, занимаюсь музыкой, также я бы хотела начать разбираться в дизайне более профессионально. И я нашла онлайн-курсы от школы дизайна Contended. Школа специализируется на дизайне, давая только актуальные, полезные и применимые на реальной практике знания. Так как преподают в школе топовые дизайнеры, основатели собственных студий и арт-директора. Мне, как любителю качественных интерьеров, такое обучение поможет лучше разбираться в архитектуре и продумать, к примеру, дизайн будущего дома или квартиры. А вам, возможно, понравятся курсы графические или моушн-дизайна. Который сейчас, кстати, очень востребованный. Но если задуматься всерьез о повышении квалификации или даже о смене профессии, то обучение в школе Contended даст возможность успешно конкурировать на рынке труда в таких профессиях, как веб-дизайнер или дизайнер интерактивных медиа. К тому же в школе есть кадровый центр, который поддерживает выпускников после обучения и дает возможность найти желаемую работу каждому. Я знаю, что решиться на смену профессии бывает очень тяжело, но только так можно привлечь в свою жизнь перемены. Поэтому воспринимайте эту информацию как знак и вперед в светлое будущее фриланса в новом учебном году. А по моему промокоду PUSHMAN можно получить 45% скидку на все профессии. Ссылку добавлю в описании к этому видео. Так, ребят, дело в том, что я забыла взять с собой камеру на море. Я не знаю, как так вышло. Я была уверена, что она со мной, но, видимо, я выложила ее из сумки. Мы пошли на море, покупались. Там были офигенные волны, наверное, сейчас тоже там такие. И сейчас уже 6 часов. Через час ужин. И это значит, что в 18.40 в идеале нам уже стоять около входа на ужин, потому что ужинаем мы на пляже, и там всегда занимают самые классные лакшери места. Короче, мы сейчас пойдем погуляем, пофоткаемся. Пока хороший свет, на улице не жарко. То есть я вообще вот в таком костюмчике. Ну, не, как бы, типа жара, но, в смысле, я не потею. Сейчас мне норм. И я точно знаю, что ближе к вечеру у меня будет вообще офигенно, поэтому... Дэн, ну, расскажи, как классно мы сегодня в волнах болтыхались. Огонь. Надеюсь, завтра будет еще больше. Да, блин, было бы офигенно. Еще я люблю большие волны, потому что сразу в море мне становится интересно. Так-то я больше бассейны люблю, потому что, ну, нету всяких камней, каких-то водорослей. Кстати, из-за того, что сегодня были сильные волны, берег был не очень-то чистый. Мутная водичка была, но не было прям какой-то дичи, каких-то вонючих водорослей. Чуть-чуть было, но они меня не сильно пугали. И я еще постоянно Славе говорила. Друзья, посмотри, здесь есть медуза. Посмотри, медуза есть. Ну, просто я очень волнительная в этом плане. Вот, солнышко уже начинает тихоньку садиться. Эх, хочу больше красивых картинок снимать. У меня не всегда получается. Блин, может, тут сфоткаешь меня? В этом костюмчике. На фоне вот этой деревянной с волосами. Смотрите, какие прикольные таблички. Я хочу фоточку около них. Мне кажется, атмосферный, очень по-летнему. Так, мы пофоткались. Ну, как бы не совсем много, прям, знаете, не то чтобы прям дофига, но достаточно. И вот я вам показываю очередь в столовую до того, как откроется столовая и начнется ужин в еду. За полчаса до ужина. Да, за полчаса стоят. Но запустят нас пораньше, я думаю, минут через 15. Так что мы сейчас встанем сюда же, потому что мы хотим успеть забронить лекшери местечки у первой линии, у моря. Ребята, тут просто целая война за эти места. Люди заходят и просто забегают. У меня перед носом забрали. Девочка пыталась, тоже маленькая, у Славы, перед носом забрать. Но он мне такой, все, пошла вон отсюда, малолетка. Ну, не, он мне так, конечно, сказал. Он сказал, все, типа, сори, я уже занял. Короче, капец. Но зато вот с таким видом мы сидим. Вот так вот. Благодать. Займокоманда. Все получилось как нельзя лучше. Красиво. Так, хоть я сижу против света на фоне заката, но это не мешает мне похвастаться вам своим офигенным ужином. Я думаю, это будет просто мега вкусно. Свинищем. Кстати, у Славы красный, у меня белая. Он меня прям поддерживает. Наконец-то. Рисочек. Рыбка такая, рыбка такая. Мяско. Вон у Славы сейчас еще что-то себе возьмет. Уже потемнело. И мы собираемся уходить. Спасибо. Пока. 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 Смотри, ты думаешь, что-нибудь типа странное такая. Кстати, я вам не показала, как тут-то выглядит. Выглядит все вот так вот. Подходишь и говоришь, дай мне вот это, дай мне вот это своим пальцем. А, вон мой муж. Так приятно. Слава тут везде всем рассказывает, что я его жена. Сейчас мы у него спросим пару вопросов на эту тему. Я говорю, так приятно. Слава тут всем ходит и рассказывает, что я его жена. Расскажи, как ты сегодня рассказывал. К нам подошел официант и сказал, что типа его подруга из Москвы, России, типа подписана на меня. И что-то он начал заспрашивать, кто она тебе такая или как это было. А ты такой, это моя жена. Нет, нет, он говорит, что моя подруга подписана на вашу девушку. Я говорю, нет, это моя жена. А, да? Прям так? Да. Я просто нишпрехан по-английски, поэтому... То есть он сказал, что типа это она подписана на твою девушку, а ты такой типа стопе-стопе. Это моя законная, любимая, единственная жена. Все, какая девушка? Видали, слыхали? Он так меня любит, так меня любит. Волочка моя. А я его люблю. Сидели друг другу. Комплименты отвешивали. Посмотри, какой красивый закат. Стой, давай здесь сфоткаемся, типа... А что сужаем на меня? Нет, нет, это типа для заставки как-нибудь. Ну, пацаны у меня все это свадебное путешествие. Давай. Красиво было, надеюсь. Поставьте лайк. Вот так вот мы идем до нашего номера, чтобы взять чипсы. Возьмем чипсы, потом пойдем смотреть представление. Сегодня мюзикл Короле. И вчера была офигенная история. Я ее рассказала в сторис, но, может, кто-то пропустил, кто-то уже забыл. Время-то прошло. Расскажу еще раз, хоть утемновать. Слушайте внимательно, мои хорошие. Мы пришли вчера смотреть представление. Танцы, по-моему, турецкие. Не знаю, но было офигенно. И мы пришли уже, когда было много занято места около сцены. И нам хотелось есть поближе, в центр, чтобы все это видеть, кайфовать. Ну и короче. И я подхожу к месту, которое убирает официант. Я думаю, о, кайф, сейчас сюда и сяду. Он убирает, и вдруг подлетают дети. Ну, типа лет 15-12. Типа девочка и мальчик. Такие садятся, и что-то мне на английском говорят, типа, типа, пошла вон отсюда. Мы это место уже заняли, типа, раньше заняли. Я такая, типа, эээ, окей. И, короче, ну, типа, я отступила, я не стала на них быковать. Типа, пошли вон отсюда дети, думаю, да похер. В итоге официант такой говорит, моя хорошая, не волнуйся, на английском. Он говорит, я тебе сейчас стол принесу. Я такая, давай. И в итоге он принес в самый центр, прямо перед сценой, первый ряд, поставил стол. Это был кайф. И в итоге мы сидели со Славой просто как цари. Поэтому никогда, если что-то вам не удалось в этой жизни, это правда. Ну, не то, чтобы, типа, не надо бороться за что-то и так далее, а просто если судьба так распределилась, что вам не сесть сюда, например, значит, не надо вам туда садиться, значит, будет место получше. Место, которое вы заслужили. И вот, как считаю я, мы заслужили вчера сесть хорошо. Не знаю, как сегодня мы сядем, узнаем позже. И мы очень сильно хотим скорее услышать песню, которую мы любим в Турции, здесь, в этом отеле. И вот, надеюсь, что мы ее услышим. Что рассказывал за это? Рафлс. You know? Ладно, не буду брать аккумулятор. Может, не сядет, да? Погнали! Так что Слава ходит направо-налево всем рассказывать, что я его женат. Ты карточку-то забрал? А у вас есть муж любимый? У меня, да. Если у вас есть любимый муж, то напишите об этом в комментариях. Ну, или жена. Зай, скорее, куда нам идти? Я опять не ориентируюсь в пространстве. А, прямо. Короче, сейчас дойдем и посмотрим, что там. Мы пришли туда, где происходит весь тусинг. Это как раз территория Алибей-клуб Маналгат. Там сейчас танцуют дети. Вот эта сцена. Так что сейчас мы займем офигенные места и будем ждать. Видите, сколько мест? Бассейн. Вон там столовая, в которой тоже можно ужинать. Мы очень надеемся услышать нашу любимую песню. Нифига ты. Ты что, представление приехал устраивать? Пошли занимать лакшери места. В первых рядах точно не охота, потому что музыка такая громкая была. Далековато, нет? Вот так мы и будем сидеть. Вот, теперь ждут наши любимые. Наконец-то наша любимая песенка, Зай. Радуйся. Наконец-то, спасибо, господи. Сейчас будет начало. Нажмались любимые. Сейчас будет, сейчас будет. Это наш любимый трек. Просто бомба. Началось. Смотрим, король лен. Шоу закончилось. Мы пошли играть в карты и кайфовать. Ребята, всем в новый день. Привет. Тут достаточно сильный ветер дует. Как всегда, на море здесь очень сильный ветер. Почему интересная такая кружка? Какой-то из дней мы сюда приходили. Тут были супер офигенные пышные волны, на которых мы крутились, вертелись. Они нас так закручивали, что мы даже бились об камни руками, ногами. Да, такие классные волны, как и твои формы. Да, Зай. В общем, надеюсь, что вы меня хорошо слышите. Что вам про море рассказывать? Оно море и в Африке море. И в Крыму море. Везде море, оно такое море. Единственное, что здесь Средиземное море, оно мне, конечно, больше нравится, чем черное. В Грузии, кстати, тоже черное. Вот такие вот факты вам познавательные. Хотя нет, вроде там неплохая. Сегодня, как и вчера. Вчера, кстати, не снимала вам влог. Вчера было 3 сентября. Мы переворачивали календарь. И снова было 3 сентября. Ну хватит. Короче, вчера я не снимала влог. У меня не было на это настроения. Вообще как-то... Да я даже знаю почему. Потому что второго я выпила, мне кажется, бутылку. И нища. И потом у меня болела голова ночью. Слава за мной ухаживал. Таблетки мне давал. Специальные. Фильтрум. Вот такая вот интеграция. Что еще было вчера? Вчера я загорала. Пыталась загореть. И потом, когда мы пришли в номер, я разделась, смотрю на себя в зеркало и думаю, подождите, а где же белые груди? Где же белая попа? Ничего этого не было. Значит, что я не загорела. Я очень расстроилась. Подумала, ну может быть нужно подождать вечера или ночи, когда загар проявится. Но в итоге этого не произошло. Короче говоря, я не загорела. Я расстроилась, потому что я достаточно долго вчера загорала здесь на море. И сегодня я решила не мучиться, не загорать. Буду просто сидеть под одеялом, под полотенцем, своей башкой и втыкать в инстаграм. А тело пусть загорает. Хоть чуть-чуть может получиться. Помашь не спит. Сегодня я привела себя в порядок, накрутила волосы. Но правда уже, наверное, все разлетелось. Но Слава в восторге. Говорит я супер. Пушка. Вот так вот он сидает. Да, я там буду мазать пусты, но потом мы пойдем купаться в море. Мы пришли с моря на обед. Тут, конечно же, все хорошие места уже заняты, потому что обед вообще уже давно идет. Спасибо. Мы не заходили в номер, мы сразу с моря пришли сюда, потому что мы уже высохли пять раз. Я пыталась походкаться на пляже, но там такой сильный ветер, что вся моя укладка выглядела просто как какой-то кошмар, а не как красиво уложенные голосы. И меня это, конечно, расстраивает. Ну, в принципе, походк. Я себе взяла какое-то мясо попробовать, песочек, рыбка и салатик. Мне этого вполне хватит, возможно, даже наемся быстрее. По плану у нас ничего особенного, просто чилить, отдыхать, слушать музыку, играть в настольный теннис. Это мы очень любим. Я теперь тоже люблю. Слава научил меня, и теперь мне интересно играть. Спасибо. Пожалуйста. Ты ютубер? Угу. О, гей. Вкусное мясо. Мы пришли играть в настольный теннис. Там косят траву. И это хорошо, потому что офигенный запах скошенной травы. И еще есть такая у нас вероятность, что вот эту зону, это зона парк-отель, короче, закрыли, потому что не очень много людей в отеле сейчас. Наверное, с дождя сентябрь. На что мы и рассчитывали вообще-то. Там перегорожен бассейн, и покупаться нельзя. И, скорее всего, что тут даже никакого тусинга больше не будет, но точно такая же часть отеля находится на той стороне. Вон там, там, короче. Там море. Там одна часть, тут другая. Но в чем здесь кайф? Так это в том, что если тут нет людей, значит, тут всегда будет свободная вода. И мы будем гамать. Короче, раскрепалась вся моя прическа. И из-за того, что мы на солнце находимся, и еще после соленой воды, которая наверняка попала мне на волосы, они такие сухие. Ладно, помою своим модным шампунем. Мы тусим около тихого бассейна. Сюда не пускают детей до какого-то возраста. Здесь тихо, нельзя слушать музыку, орать, ругаться матом. Все остальное можно. Ну и здесь не играет музыка. Сюда люди приходят релаксировать и отдыхать. Но мы уже нарелаксировались, наотдыхались. Я чуть-чуть покупалась в бассейне, потом вылезла. Сейчас Слава меня попоткает. Кстати, все фотки, которые вы видите в моем инстаграме, кроме селфи, очевидных селфи, которые прямо так с рукой, это все делал мне Слава. Фотка у меня. Уже почти пять лет. Он мой фотограф, видеограф. Верный друг и товарищ. Камера садится. Да, как и все. У меня и телефон садится. Знаете, чем мы занимались тут со Славой? Ты расскажешь. Чем я занимался, я лежал, читал новости. А я переписывала с одним парнем. Не знаю, с кем ты там переписывалась. Она придумывает себя. Всяких вымышленных друзей. Я написала одному парню. У него точно такой же ник, как и у Славы. И его жена выглядит точно так же, как и я. А галочка у него есть? Да, есть. Как бы у тебя все то же самое. А как это он галочку получил? Ну что? Не знаю, он написал, что он айтишник. Короче, я влюбилась в него. В общем, я написала Славе. Она покупает галочки. Я написала Славе в директе, типа, привет, можем сегодня вместе сходить на ужин. Короче, ролевые игры. А что, скучно было? Ну и вот, Слава да, Слава мы познакомились, влюбились. Потом мне пришлось объяснить Славе, что я, кажется, влюбилась. Вот, спросил, чем я занимаюсь. Я ему скинула фотку, как я лечу на парашюте. На самом деле, я его обманула. Я лежала все это время здесь. Короче, ладно, Слава меня пофоткнет, и мы пойдем в номер переодеваться и готовиться к ужину. И садится камера. Так, я заряжала аккумулятор, но по какой-то причине он все равно сел. Хотя я поменял на новый. Ну ладно, не важно. Важно то, что сегодня суббота. Я уже говорила, в чем кайф суббота, что все приходят в черном-белом, и сервировка стола тоже черная-белая, только почему-то нам не дали салфетки черные. Сегодня мы тоже успели занять офигенные места. Я сделала себе классную укладку с помощью новой плойки. Потом вам покажу, расскажу. Я прям кайфую. Не жалею, что взяла ее с собой в поездку. Она делает эффект такой, как будто бы волосы после косичек. Классно. Сейчас начнется танцевальное шоу. Я не помню, смотрела я это шоу или нет. Нет. Новинка. Короче, закончилось шоу, и сейчас будет ту, которую я ждала. Надо занимать место около бассейна. Потому что я-то знаю, что здесь будет. Я здесь, блин, уже раз шестой, наверное, в этом отеле. Сейчас будут танцы в бассейне. Ну, должны быть, по крайней мере. И шампанское, танцы. Но самое главное, я жду этот фонтан. Тут сейчас будут какие-то танцоры. Так, что было дальше? Было шоу. Ну, как шоу Дада Танец, Майкла Джексона. Потом были салюты, которые мы просрали, потому что мы решили пойти поиграть в настольный теннис. Мы уже у него поиграли. Я, как всегда, проиграла все разы. Но ничего страшного. Потому что победа моего мужа это и моя победа. Даже если он побеждает меня. Сейчас мы со Славой пойдем в магазин. Тут есть магазин. Купим. Вот такой вот контент, который вы заслужили. Купить. Качественный, черный контент. Купим вкусняшки в магазине. А так еще лучше. Подальше можно? Ну, подальше. Купим вкусняшки, возьмем напитки в баре и пойдем в номер смотреть сериал «Офис». Мы начали смотреть, чем он нам нравится. Давай скажи. Мне он нравится тем, что... Черный юмор? Нет. По школу? Что еще? Какие варианты счастья? Мне он нравится тем, что... Мы смотрим его вместе. Мы смотрим его вместе. Я знаю. У меня реально классный сериал. Он старый. Каждая серия идет по минут 25. Может, меньше. Ну, реально прикольный. Там много всяких жестких шуток, черного юмора. Главный герой шутит, а в офисе его коллеги такие, типа, что за тупая шутка? Что за фигня? Мне, короче, от этого смешно. Смешно не от того, что он смешно шутит, а от того, что он плохо шутит и над ним все офигевают. Ну, короче, это так, вкратце. Так что на этом я с вами прощаюсь, потому что смысл, что вам тут показывать еще. Ну, хотя давайте посмотрим, что там на дискотеке происходит. А еще тут на территории ходят киси. Очень многие гости берут их и мучают. Привет, кися! Я не буду их трогать, потому что я считаю, что это неправильно. Может быть, они не хотят, чтобы я их трогала. Ну и вообще-то я собачница. Ну, киса пошла за славой. Тут еще есть такой игровой комплекс. Это клево. Все, пока, киса! Как же классно! Почему они днем такое не включают? Раньше, когда я здесь была, и когда мы тут были, дискотека вот эта была вот здесь. Да, я помню. Они здесь деревья посадили. Я их, кстати, не припомню. Их, по-моему, не было. Это ты такой крутой идешь тратить деньги. Тут есть еще кафешка, где можно взять вкусняшки всякие. А мы идем в магазинчик. Слава сказала, чтобы я выбирала все, что хочу. Мой муж, когда так говорит, значит, это правда. Крем. Да, у нас там еще что-то есть. Так, что же я хочу? Что же я хочу? Я хочу оригинальные парахлсы. Хочу вот эти палочки. Хочу... Классные конфеты, но их слишком много. Мне столько не надо. Что же взять? Ты хочешь, Твикс? Не, Марс. Взять? Ну, Марс. Муж так сказал. Такая я вообще. Ну, короче, в принципе, в магазине есть все, что душе угодно. У меня бабушки набор приправ надо взять. Ну, смотри, тут какие-то ракетки есть. Маски. Какие маски? Магниты. К ним мы обязательно вернемся. Я взяла то, что надо купить, зай. Какие маски? Ты же мне сегодня сказал, что никаких масок ты мне не купишь. Ну, ты посмотри на себя посмотри в зеркало, а? Какая ты милая. Как тебе откажешься? Ну, я уже не хочу. Тут нет той маски, которую я хочу. Я хочу, чтобы нос закрывал. Они тут только глаза закрывают. Вообще, я хочу чехол модный на телефон. О, затычки. Вот затычки я бы взял. Ну, возьми. Блин, смотри, там есть классные батуты в виде авокадо, пончиков. О, смотри, ну дунные шарики. Смотри, я тебе трусики нашла. О, класс. Возьмешь? Может быть, еще вот эти взять? Они должны быть вкусными. Не то, чтобы я фанат мермеладов. Ну, блин, на отдыхе так хочется всего. Че? А, да, я хотела такую. Только без трубы труба мне не нужна. Вау, красивая. Блин. Ну да, было бы круто. Две возьмем, может? Или сначала одну возьмем? Ну, я думаю, мы будем под водой в море друг на друга смотреть и передавать какие-то знаки. Дорогая? Сколько стоит? Слушай, всегда пригодится? Всегда можно на дачу отдать, еще кому-то себе дома оставить и не забывать в поездке. Я не знаю, какого бы парка. Ну, никто не знает, пока не проверишь. Давай, у тебя будет кислотное, а у меня синее. Да, сегодня я снимаю на айфон, потому что мы в парке. Вот мы и приехали в парк. The Land of Legends. Мы со Славой тут уже были три года назад. Тут аттракционы, в эти... аквапарк. Нам раздали браслеты. Идем сюда. Вы уже слышите крики. Причем он только сейчас заработал. Это первый. Ну, потому что он уже, в принципе, в 10, по-моему, с чем-то открывается. И... Что такое? Вене, ну, я не помню, чтобы мы на нем с тобой катались. Ты все забыл, Зай. Да? Да. Ну, на память какую-нибудь. Я знаю, это ведь рыба. Мы три года назад были, и я не знаю. Так, вот мы и внутри. Из-за того, что я снимаю на телефон, постоянно что-то происходит не так. Глючит, еще что-то. Слава ничего не помнит, но я ему напомню. Нужно идти прямо за своей женой. Вот чарта. Можем ее тоже сфоткать, кстати. Здесь много всего. Вот здесь бассейн с искусственными волнами. Афигенами. Вон та синяя горка, на которую мы пойдем. Мы на все пойдем. Ну как, на все. На все сможем. Здесь очень классно, красиво. Я вообще считаю, что если вы приедете в Турцию, нужно обязательно сюда приехать. Помимо того, что здесь всякие горки, развлечения и так далее, тут просто, в принципе, классно. Надеюсь, что вы не против, что я снимаю на телефон. The Land of Legends, сучки. Сегодня мы устали очень рано. Семь. Двадцать. Сейчас сколько времени, Зай? Сейчас десять сорок. Вот десять сорок. Мы уже здесь. Ехали от нашего конкретного отеля. Где-то около часа. Может быть, чуть поменьше. Кстати, в пять часов мы уже отсюда уедем. И я думаю, что как раз к семейку ужину мы будем уже на районе. Надо будет сейчас зайти в номер, помыть голову, собраться. Ну, я не буду сильно собираться, марафетиться. Просто голову надо будет помыть. Да тут много чего есть. Но нам это не надо. У нас тут есть одна любимая кафешка. Какая? Ты что? Я все забрал. Да ты достал. А какая? Кафешка такая. Напомню. Сидишь в бассейне ногами в воду. И кушаешь хот-доги с картошкой, с напитками. Кстати, на наши браслеты можно положить деньги. Тут есть такая функция. Вот. И нам надо будет тоже найти, где это сделать. Но я, если честно, планирую с телефоном ходить на всякие обеды. О, самсанайт. Чемоданы. Тут типа шопинг-центр. Даже не знаю, кто здесь шопингом занимается. Очень хочу здесь еще пофоткаться красиво. Ну, давай сейчас начнем. Да, давай. Все, мои хорошие, мы внутри. Там, где должны быть. Да? Да? Там, где мы должны быть. Место, которое мы заслужили. Давай, давай. Так. Гуэст релэйшн. Пункт пополнения браслета. Вот сюда нам и надо. Сейчас мы на браслет положим деньги. Только я не знаю, сколько нам денег сюда положить. Да? Как думаешь, сколько? Один миллиард? Нам хватит? Так, мы положили сотку долларов. Сотку долларов. А обратно нам их могут отдать только в лирах. Так. Ты хочешь переодеться? А ты что, не переодетый? Ну, во-первых, мы должны оставить сумку. Блин. А где она? В общем, сейчас надо переодеться. Короче, у нас куча проблем. Все ящики для хранения вещей какого-то черта заняты. Вообще не понимаю, как. Так. Будем пытаться найти еще что-то. И милые дети. Шоу для финали начнется совсем скоро. Как клево. Так, мы разобрались, нашли ящики. Мало того, мы уже сходили на самую большую горку. И мы поняли, что мы топанули, потому что мы не купили фаст-трек. Вот мы лохи. Мы часто стояли в очереди на большую, самую классную горку. Долго стояли в очереди. В итоге прокатились. И мало того, мы еще купили видео, как мы катаемся. Так что смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как мы покатались, мы решили, что без фаст-трека мы не хотим тусоваться. Поэтому сейчас мы его купим. Единственное, что нам не хватило денег, которые были у нас на карте. Один фаст-трек стоит 50 с чем-то долларов. А нам не хватило. Вот мы и покупаем фаст-трека. Не знаю, почему он сказал, что это много. Не знаю. Учитывая, что там на всяких аттракционах, видео по 200 лир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще мы хорошо потратили денег на видео с аттракциона. Сто семьдесят пять лир, да? Я не знаю, сколько это в рублях и хорошо. Время, это нормально в рублях получается, на самом деле. Я вот сейчас подумал, мы положили 100 долларов, купили видео за 175 лир. Проблема просто в том, что я немножко по, ну, вот этим вот переводам, не понимаю, сколько лиры в рублях, а рубли в долларах. В общем, осталось меньше 60 долларов. Соответственно, почти половина ушла просто на видео. Сейчас мы покушаем, потому что уже время обеда. А потом со своими классными фаст-треками пойдем на все горки без очереди. И самое главное, я очень сильно хочу в... Тут есть бассейн, где искусственные волны. Это просто кайф, я очень сильно туда хочу. Не-не-не, не в этот ресторан, я хочу в том, где сидишь в воде, дай. Здесь вот такая вот тусня детская. Так, мы взяли покушать себе. Там кафешка. Вообще, мы что-то не нашли ресторан, где сидишь ногами прямо в бассейне. Потому что я помню, что сколько лет назад, когда мы приезжали, столы прям стояли в бассейне. Может быть, я путаюсь с другим местом. И где-то здесь соседний ресторан, как раз такой, о котором я говорю. Ну, короче, сидел прямо в воде. Это было офигенно. Ноги в прохладе, сам себе не вкусусь. Сколько? 350 за лет. Да ну... Да. Ну, мы набрали нормально. Съесть бы это все. Надеюсь, это вкусно. У Славы бургер из мяса, да. А у меня с курицей. Не знаю, что мне понравился соус, который я увидела в бургере из мяса. Надеюсь, это будет вкусно. Я очень на это надеюсь. Короче, мы только что посчитали, что один фасттрек, это 57 долларов где-то. Ну, около. В рублях вышел в 4200 где-то. Это за одного, прикиньте. Просто когда у меня в руках доллары, я не знаю им цену, потому что мне кажется, так мало 100 долларов. Типа 200 долларов так мало, 200 рублей как будто. Ну, короче, капец. А покушали... Ну, я так скажу. Ну, да. А покушали мы на 3000... Вот так. А что мы покушали? Мы взяли два бургера, картошку, три вазочки с фруктами, две колы и все. Да, где-то 340 лет. Капец. Ну, конечно, здесь все дорого, понятно. Ну, ладно, зато мы поели. Ладно. Хватит сидеть, да? Надо переварить, а то если я сейчас пойду на этот роликастер, я немножечко испорчу местную воду. Нам немножечко посидеть, чтобы отложить. У меня есть хорошая идея. Пошли в какой-нибудь бассейн, в минуты 3 посидел хотя бы, а потом мне так жарко, я хочу охладиться. Да? Там не придется много движений делать. Так что пойдем. Так, вот тот самый пляж, бассейн, где как раз-таки и будут вот эти волны. Вон, видите там стенка, не знаю, видите или нет. Сейчас мы подойдем поближе, чтобы показать вам. Тут достаточно много людей, в общем, мне кажется, сразу, как только все приезжают, они сразу бегут сюда. Короче, нас выгнали оттуда, где мы вещи положили, потому что там зона типа отеля. И теперь вопрос, найдем ли мы хоть один лежак, чтобы сбросить туда свои вещи. Кофигена. Можно, конечно, по-очень покупать. Отстой. Осталось не очень много времени до того, как оттуда полетит волна. Очень хочу это заснять и попрыгать в волне. Вы готовы танцевать с волнами? Пожалуйста, убежитесь, что ваши дети рядом с вами. Используйте спасательные железы. Мой со мной. Так. Все, волны пошли. Все, еще никак не окунулась вода ледяная. Блин, ну когда же будет мощная? Танцы с волнами, это класс. Там сзади тебя маска, смотри, она с волной на тебя надеется. Видите, какие классные волны, ребят? И видит круто, да? Мы все еще ждем волну. Они тут уже столько, а я жду одну особенную, самую здоровую. Круче всего там, на береге. Да не переживай, они уплывут. Мы поймаем. Так, мы пришли на территорию аттракционов. Вон та синяя, на которой мы катались. Офигенно было. Сейчас мы идем на другую горку. Она будет с водой. Вот сейчас сюда мы и пойдем. Сейчас они скатятся. Все будет в водичке. Когда же не скатятся? Мой муж сюда ушел. Мы туда собираемся пойти. Обидно, что я все намокну. Ледяной водой. А еще мы потом хотим полетать на этих самолетах. Почему бы и нет? Поскольку у нас есть фасттрек. За четыре кастаря. Надо везде полетать. Смотри, коза увезла. Не знаю, остался ли у меня хоть какой-то макияж. Короче, мы прокатились на этой горке водной. Но прикольно. Типа. Он, короче, ты такой везет. Поднимает. Потом ты резко ездишь вниз. Потом наверх. Вбок. Съезжаешь. И весь мокрый. Вот и весь аттракцион. Честно? Такая классная нагрузка была не только когда мы съезжали. А еще когда мы... Он на 180 нас разворачивал. Очень прям, ну, типа, прям плотничком прижимало. Нет, ну, руки там прям мощно вытягиваешь и держишься. Да, там прям плотничком прижимало. А я больше боялся, на самом деле. Да ты начал там так орать вообще. Я думаю, господи, Зай, ну не страшно же. Я все время орал. Ну да. Слава всегда такой, когда мы только стоим в очереди на какую-то горку. Он говорит, блин, я буду так орать. Он будет так орать. А что орать, не страшно же. В прошлый раз, кстати, мы видели, как на этом аттракционе кого-то вырвало. Да, кто с тобой не привыкнул. Это было офигенно. Что-то с ним похоже получилось. Чинь этого вот что-то там. Ну что, пойдем снова на синюю? А? Надо высохнуть маленько. На, возьми этот. Вытрясти весь мокрый. Так. Короче, мы сходим еще раз на ту мощную синюю, с которой мы и до сих купили. Но в этот раз, возможно, мы сядем в самом первом ряду. Мне очень понравился этот синий аттракцион. Потому что он самый страшный, мощный. На него самая большая очередь. Это уже самый крутой аттракцион тут. Пойдем? Вот такая вот большая очередь, в которой мы, кстати, уже один раз стояли. После чего решили больше так не стоять. Поэтому сейчас поедем здесь на паст-трек. Так вот здесь все садятся. Мы стоим в очереди. К сожалению, не в первую. В первую заняли другие паст-трекеры, которые раньше у нас здесь стояли. И потом... Ну и улетаешь. Ну говори, какая песня играла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. It's dangerous. Ла-ла-ла-ла-ла. Типа, ну, типа, ла-ла-ла-ла-ла. Это опасно. Как в фильме. Пункт назначения? Да, пункт назначения. О! Короче. Они передают привет. в пункте назначения типа есть какая-то какой-то сигнал который ну где-то там это и можно услышать и песня такая да 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 знаки всякие знаки свыше короче в этот раз это было очень нормально и мы еще сели немножко по-другому капец а тут можно купить видосики но мы не будем стоим и думаем и кинем вот эту штучку или нет есть вероятность что там много кто может вырвать они все стоят спиной что-то происходит интересно меня весят что там закрыто почему там все закрыто я не могу видеть что-то происходит только крики хочешь вот так мы ехали сейчас они меня надо приготовиться лежать мы тоже так катались вот так это была вторая горка на которую мы пошли конечно от моего макияжа ничего приличного не осталось но в принципе мне только один прыщ надо было замазать дома ну ладно мы закончили наверно на стороне аттракционов да что тут ловить хотя тут прикольно конечно много всяких классных висиц штукенций ну да ну да ну да ну да тебе чтобы не страшно было так так мы пришли посмотреть на водные горки какие нас могут ждать вот это золото видите там короче пол проваливается я на такой еще ни разу не каталась и мне это очень страшно вот такие я не люблю это типа клизмы знаете ооо круто короче я бы хотела на вот эту закрытую потому что ни разу на такой не каталась мне кажется на такой вид страшный классно пойдем туда все теперь остается только чилить после тех гурок на которых мы покатались и аттракционов я так устала уже голова болит атмосфера чилла так здесь еще есть вот такая чилл зона типа джакузи тут бассейн кстати я его не видела в прошлый раз но он тут был смотрите тут есть такой бассейн куда заходишь и прозрачная вода и можно пофоткаться типа под водой короче мы только что встретили Катю Конусову мы с ней знакомые но не виделись мы с ней переписывались как-то не один раз даже и короче ну постояли по бокале очень необычно а до этого днем встретили Петю Клоскова а сейчас мы будем заказывать коктейли здрасте и не забывайте вот и не забывайте ну что же это все выкидывают а сейчас будет коктейль из арбуза представляете как друшина Поехали. Поехали. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Зелёную? Тебе зелёную? Так, надо найти место, где сесть. Так, ну всё, мы как бы закончили наше путешествие. Мы уже привели себя в порядок, переоделись. Мы скатились на той горке, где проваливается пол. Это было просто офигенно. Потом мы ещё на одну сходили, на две ещё сходили и тёпку забили. А, ну и попили коктейли из Арбуда. Что самое интересное, вы в курсе, что это отели здесь можно остановиться? Прикиньте, как клёвый, да, наверное? Живёшь тут такой, раз захотел, пошёл в аквапарк. Единственное, что интересно, море тут далеко. Мне кажется, да. Хотя нет, мы в Белеке. Ну вот от этого отеля, вот же отель. Я думаю, не очень далеко. Ну, типа пешком дойти можно? Нет, пешком далеко. А, ну и всё, значит далеко. Что если моря нет? Осторожно, зай. Ну чё, куда мы? Ты хотел Starbucks? Смотри, тут есть Бильгер Кинг. Ну ты хочешь кушать? Можно залететь, перекусить вкусняшечкой. Но я перед отъездом хочу зайти в Starbucks и взять вечерочку, вкусную кофе. Я просто фанат Starbucks. Вы не думаете, что я какой-то хипстер. Ага. Просто я люблю Starbucks. Просто мне это место дает энергию, знаете? Да-да. Лучше скажи, как ты боялся с той горки катиться. Вот этот вот оверпрайснутый кофе дает мне энергию. Зарабатывает. Да-да-да. Стимул. Да, когда ты тратишь много, надо зарабатывать много. Насчет горок, я что скажу? Блин, классно. Особенно с этим желтеньким матьевым браслетом. Да, ребят, мы хотели сказать, чтобы взять вешку браслет. На разных отдыхах. Да. Мы прошлую поездку так бежали, спешили. Мы стояли по 30-40 минут на одной горке. А сейчас вот с этим красавчиком мы за 5 минут, за 37 минут, где-то за 3 минуты вообще просто прохожников нет. Где-то мы 10 минут стояли, но там очень много их по фасттреку шло. Но это типа не 3 часа. Была одна горка, долгая последняя. Ну, в общем, фасттрек это тема. Потратьте 20 тысяч на двоих. 20 тысяч на двоих? Да, ну примерно билеты сюда. Да, на двоих. И фасттрек на двоих обойдется вам в 20 тысяч рублей. С ума сойти, на самом деле, так дорого. Плюс еще пожрать. Ну, короче говоря, тут 50 тысяч можно спокойно на двоих. Вот так. Привет, конечно. Давай. О, приятно. Ты тут работаешь? Да, я работаю. Я видела тебя в сервисе, вы живете в Улибеево. Да, да. В смысле, что я хочу? Я ничего не хочу. Скажи мне, что ты хочешь. Ты же сказал, что ты хочешь кофе. Я немножко теряюсь в происходящее. Кофе было до, мы уже просли. В смысле? Вон он. Ну, а что ты идешь за языком чешешь? Я хочу взять кофе перед отъездом. Мы дошли в Starbucks. Слава берет себе такую кружку, чтобы по вечерам ему большие чашки чая наливали в номер. Можно что-то перекусить. И скоро мы уже будем уезжать. С кофеечками. Карамель макияды наша любимая. Решили зайти и посмотреть, что тут за магазин. У нас 15 минут до того, как приедет наш трансфер. Мы не будем там заходить, что-то мерить. Просто мы тут ни разу не были, поэтому решили зайти вообще посмотреть, что тут за движуха. Ну, если честно, делать нечего. Наверное, когда ты здесь живешь, каждый день у вас каждый день ходить в парк, то можно пошлиндрить. Но в целом... Похож внутренне... Внутри, как наш этот новый детский парк под Москву. Знаешь, вот этот коровый? Остров? Остров, да. Невезение. Почему? Ну, потому что там такая полная хрень. Ты там был? Да. А почему хрень-то? Ну, там вот так же. Ну, и что? Ну, это не круто. А что такого-то? Это просто декор. Ну, это декор очень дешевый. Вот декор, который снаружи, внешняя отделка, вот там дорого. Ну, да. В смысле здесь. В Москве вообще параша полная. Аттракционы вообще говно. Стоишь там по полчаса ради какой-то фигни. Там нет вообще нормальных аттракционов. Короче. Ну, может, для детей там. Для детей может и интересно как-то их занять, но все равно там просто лютая дичь. Там все непродумано, неподготовлено, как будто... Ну, мне не понравилось. Ну, ты и не ребенок. Тебе 27 лет на минуту. Я большой ребенок. Да, точно. Так что, да, тут вот просто магазинчики. Ну, прикольно, конечно. А вон наша горочка любимая. Мощная. Так что мы выходим и поедем по домам. Все, ребята, мы приехали в наш отель. И продолжение ждите в следующем влоге.